Одним из вопросов сегодняшнего заседания был, как известно, отчет главного тренера сборной России Александра Сергеевича Кабанова о выступлении команды в Лондоне. Можно ли у Вас, как у руководителя Тренинского совета Федерации, узнать, какие впечатления произвел этот отчет и какие решения были приняты? Самое главное, что понимать, как и главный тренер Александр Сергеевич Кабанов, как и президиум Федерации, мнение наше одно. Было не просто так это оценено, было просто досконально анализировано и выявлены те причины, и те ошибки, которые были совершены. Они совпали и тренерской, и оценки президиума. Поэтому сейчас надо просто не об этом уже говорить, а уже что нас ждет дальше. Сейчас мы будем объявлять конкурс на завтра, послезавтра будет объявлен уже конкурс на место на нового главного тренера. И будем рассматривать, кто какие идеи будет предлагать. Все мы друг друга знаем, потому что я считаю, что все-таки потенциал нашего, особенно женского водного пола России, очень высок. И это свидетельство этой юниорки, которые сейчас выиграли чемпионат Европы. Это постоянное успешное выступление наше. И остается только сейчас все это воплотить, это в основную сборную. Я думаю, что мы с этой задачей справимся. А какие критерии будут основными при выборе победителя конкурса? Это очень тяжело сказать, потому что это довольно же субъективно. Это опять-таки не президент, не председатель тренерского совета. Это будет президиум, это будет решать. И сейчас это мы будем собирать, будем читать, будем общаться с людьми. Будем общаться, потому что люди у нас авторитетные. И те, как это будут, это их экзамен принимать, я считаю, тоже, что это у них достаточно. Но мы будем это все рассматривать и рассматривать. И конкретно нельзя сказать, что вот один человек приходит, какое-то чудо, лекарство находит и это срабатывает. Эти люди, эти живые организмы, понимаете, эти команды, это спорт. А критерии оценки и работы нового главного тренера сборной, это уже чемпионат мира, который состоится в Барселоне? Ну, вы знаете, я считаю, что всегда, когда ставятся задачи, эту задачу надо ставить на олимпийский цикл. И все эти промежуточные, конечно, это очень хорошо, хороши. Ведь наша женская сборная по водному полу очень много выиграла. Выиграли чемпионаты Европы практически каждый год. Что касается уже немножко, это там уже за океан, там у нас не такие уже успешные, скажем так, это результаты. Но у нас самое главное, есть все предпосылки. У нас есть, у нас хорошая база, у нас хорошо развивается вид спорта в стране. Очень хорошая география. И очень много постоянно у нас женские команды, то есть в новых и новых регионах, постоянно возникают новые женские команды. И очень, я считаю, очень хорошие и молодые тренерские кадры, тоже немаловажно. И все это как раз, это дает, это основание, то есть оптимистически смотреть будущее. Спасибо огромное. Пожалуйста, да.